Всем привет, дорогие друзья! С вами Никита, магазин Мир Автокресел, и сегодня у нас на обзоре автокресло бренда RANT. Модель называется GT Isofix. Бренд один из самых доступных, вы, наверное, хорошо его знаете. Из доступных брендов это самое оптимальное соотношение цены-качества. Чем характерен этот бренд? Тем, что у него есть достаточно много моделей. Вот конкретно данная модель у нас с вами выполнена системой поворота, и кресло это находится в группе 0-1-2-3. Напомню, группа 0-1-2-3 рассчитана у нас с вами с рождения и до 36 килограмм, либо 150 сантиметров роста. Соответственно, так как эта группа идет с рождения, вот у нас сейчас кресло по ходу движения стоит, кресло имеет механизм поворота. Для того, чтобы повернуть кресло, вам необходимо выставить угол наклона, видите, вот как я сейчас выставил. Нажимаете рычаг внизу, кресло поворачивается. Вот так будет выглядеть установка против хода движения. Соответственно, регулируется подголовник вот здесь, подголовник у нас в нижнем положении. Это якорный ремень. Так как кресло крепится на изофикс, и, соответственно, обязательно должна быть дополнительная фиксация. Здесь дополнительная фиксация обеспечивается якорным ремнем. Касательно фиксации изофиксом, все достаточно просто. Направляющие, выдвигающиеся через кнопочку, выдвигаете одну, выдвигаете вторую, защелкиваете. Обязательно мой вам совет, когда будете устанавливать в автомобиле, немножко придерживайте вот то место, где находится кнопочка, чтобы вам его было проще застегнуть. После того, как вы застегнули замки изофикса, вам необходимо приценить кресло вплотную к спинке автомобиля. И дальше, после того, как вы зафиксировали изофикс, нужно закрепить якорный ремень. Каким образом должен идти якорный ремень? Якорный ремень, вот есть ушки слева и справа. Если, например, вы сажаете ребенка, ну, давайте так объясню. Соответственно, вы можете проводить через ушко, которое у вас ближе к салону, чтобы вам было удобнее поворачивать кресло. То есть, вот сюда вот у вас должен уйти якорный ремень, и дальше вы его протягиваете до скобы. Здесь достаточно большой запас, поэтому, если даже у вас не седан, например, а кроссовер или паркетник, вы без проблем его дотянете до скобы якорного ремня, которое сзади, за спинкой находится. Собственно, поворачивать в таком положении будет достаточно просто, потому что у вас при повороте просто будет ослабляться якорный ремень. Когда будете возить ребенка по ходу движения с такой фиксацией, нужно будет ослаблять якорный ремень через кнопочку вот здесь, чтобы у вас механизм поворота этот работал. Собственно, как будет сам механизм поворота работать? Все так же через ту же кнопочку. Вытягиваете фиксатор, поворачиваете в сторону двери, и вот у вас комфортная посадка в автомобиль. То есть, вам не нужно изворачиваться как-то, особенно это зимой актуально, когда вы сами тепло одеты, там у вас какие-то пуховики, шубы, прочее, ребенок тепло одет. И если, тем более, салон автомобиля небольшой, это отличное решение. И, собственно, механизм поворота этот, он достаточно долго будет актуален, будет хорошо вас так выручать. Собственно, что еще есть у этой модели? Модель эта в линейке Ранта получается одна из топовых, одна из верхних линеек в линейке моделей. У данной модели есть дополнительная боковая защита. Естественно, так как кресло у нас с вами рассчитано с рождения, есть все необходимые вкладыши. Напомню вам, что вкладышами этими пользоваться необходимо где-то месяцев до трех. Но вообще обычно вкладыши рассчитаны до 60 сантиметров роста и где-то до, там, ну, как обычно производители пишут, 6 килограмм. Собственно, ну, недолго достаточно ими пользуются, 6-9, может быть, килограмм. Ориентируйтесь лучше на возраст, то есть обычно они идут где-то месяцев до трех. Дальше, после того, как, соответственно, ребенок подрос, вам нужно будет убрать вот этот вкладыш. В чем плюс этого вкладыша? В том, что вкладыш этот, оп, с нижней частью, в том, что у вкладыша этого вы можете убрать вот эту подкладку. Если вы понимаете, что ребенок у вас не крупный, но вы уже выросли там, вы уже старше трех месяцев, вы можете убрать вот эту часть и, соответственно, ездить без вот этого уплотнения снизу, но при этом оставив вот эти вот мягкие подушки, которые объем по краям убирают. Далее уже смотрите по удобству, по комфорту, насколько ездить вот с этой частью. Мягкую часть из подголовника, ну, в целом, та же самая история, то есть смотрите, насколько комфортно, потому что детки все по-разному растут, но первые три месяца все-таки рекомендуется ей пользоваться. Снимается она достаточно просто, сниматься она будет, соответственно, вот она здесь на резиночках, сейчас мы с вами ее снимем. Кстати, все, весь текстиль достаточно легко для стирки снимается, то есть все максимально просто, никаких вопросов не вызывает. Единственное, если будете стирать в машинке, так как это синтетика, синтетика, соответственно, требует бережного обращения, поэтому самая минимальная температура, самый такой максимально мягкий режим стирки, чтобы у вас это все потом не превратилось в огромную тряпку, которая будет просто болтаться на каркасе кресла. Итак, собственно, вот у вас вы все вкладыши убрали, и кресло вот, когда вы будете ставить, кстати, против хода движения у нас только один угол наклона, и, собственно, это будет выглядеть вот так, против хода движения угол не меняется. Соответственно, по ходу движения, когда вы ставите кресло, у вас есть выбор из трех положений. Ну, угол наклона при установке в автомобиль у вас, по идее, должен быть побольше, потому что у нас демокресла, ну, такие достаточно горизонтальные в плане вот этой части, нижней части сидения самого. Как правило, в машине угол покомфортнее для сна, и у вас по ходу движения будут три угла наклона, то есть три положения. Максимально вертикальное, среднее положение, и вот среднее, сейчас поймаем. Но на самом деле средний шаг настолько небольшой, что обычно им даже не пользуются, то есть либо возят вертикально, либо возят в максимально лежачем положении. Подголовник увеличивается по высоте, то есть по мере ребенка вам нужно будет, по мере роста ребенка, вам нужно будет поднимать подголовник. Собственно, что удобно реализовано, то, что вам не нужно вот эти ремешки никак там переставлять вручную, они, как видите, поднимаются вместе с подголовником. Но помните тот нюанс, что вот ремешки внутренние, они используются до 100 сантиметров роста, после вам их нужно убрать будет. И, соответственно, ремешок всегда должен выходить ровно на плечо, то есть у вас не должны ремешки туда вниз уходить за, соответственно, доключиться туда вниз, и не должны быть слишком, слишком высоко. Но, если слишком высоко, неплотная фиксация, если слишком низко уходит за ключицу, это крайне травмоопасно, и я вам так не рекомендую ребенка возить. Собственно, ремешки пятиточечные, паховая область бедра и, соответственно, плечевая зона. Все достаточно просто, все классический вариант, накладываете два замочка друг на друга, сейчас попадем. Вот всегда проблема, соответственно, наложить эти два замка друг на друга. Все, застегнули, все готово. Расщелкивается все вот легким движением руки, одним пальцем. У внутренних ремешков есть накладки специальные, они должны находиться на плечах ребенка. И накладки оснащены антискользящим покрытием, таким прорезиненным. Тоже очень удобно. И, кстати, вот, когда будете регулировать ремешки, и давайте покажу вам, как регулировка происходит. Вот, соответственно, вы ребенка посадили, пристегнули. И вот есть здесь хвостик внизу, вы просто за него тянете. Ремни подтягиваются. Сажать и, ну, подтягивать ремни нужно, чтобы ребенок был зафиксирован достаточно плотно. Это из основных таких составляющих безопасности. Собственно, вот здесь у вас, где этот хвостик висит спереди, есть кнопочка. Она нажимается от себя вниз, и ремешки нужно вытягивать, беря их под накладками вот здесь. У накладок собственные ремни, вы за них не вытащите, сами ремешки не ослабите. Берете под накладками и на себя сверху вниз вытягиваете. Все достаточно просто. Итак, ремешки, напомню, рассчитаны до 100 сантиметров роста. После 100 сантиметров роста вам их нужно убрать. Убираются они внутрь каркаса. Они будут убираться внутрь каркаса. Соответственно, внутрь каркаса вы их убрали. Их снимать не обязательно. Но там есть место, куда их можно спрятать. Вы будете фиксировать ребенка, соответственно, штатным ремнем автомобиля. Под штатный ремень автомобиля у нас есть специальные маркеры, которые обозначены красным цветом. Видите, вот здесь вот, если заметно будет, вот здесь. То есть, у вас кресло стоит таким образом. И, собственно, вы будете пристегивать всю эту историю уже. Всю эту историю, простите, ребенка. Ребенка, естественно, вы будете пристегивать уже штатным ремнем автомобиля. Потому что, в целом, по европейской классификации, от 100 сантиметров роста фиксация именно штатником и осуществляется. И нижняя часть, которая фиксирует бедра ребенка, проходит вот через специальные проушины вот здесь вот снизу кресла, вот слева, справа, вот они внизу. И, соответственно, верхняя часть у вас проходит через направляющие специально вот здесь подголовники. Вот, собственно, вот сюда будет заходить верхняя часть ремня. Дальше уже просто все. Пристегиваете. И фиксация ребенка будет выглядеть вот таким вот образом. Вот штатным ремнем автомобиля. Помните, что внутренние ремни рассчитаны только до 100 сантиметров роста. Дольше ими пользоваться не рекомендуется. Производитель на кресле на самом, вы можете обратить внимание потом, когда будете читать вот здесь сбоку инструкцию. Соответственно, пишет, что нельзя использовать кресло, пока ребенок не достиг 9 килограмм веса. То есть, ну, использовать по ходу движения, я имею в виду, разворачивать. На самом деле, лучше ориентируйтесь на возраст. Потому что детки бывают крупные и вес набирают быстрее. И минимум до 9 месяцев, а еще лучше подольше повозить, если получится, месяцев хотя бы до 10-12, поездить против хода. Ну, потому что это просто безопаснее и нагрузки все будут гораздо так правильнее распределяться. Что еще хочется отметить по данной модели? Помимо фиксации изофиксом, его вы можете фиксировать штатным ремнем. Но на самом деле, фиксация штатным ремнем, ей сейчас пользуются реже, и она посложнее, чем фиксация изофиксом. Собственно, почему изофиксы считаются более надежной и безопасной фиксацией? Потому что есть индикаторы, которые показывают вам правильную фиксацию. Все достаточно просто, и система универсальная. То есть почти в каждом автомобиле сейчас эта система есть. На самом деле, против хода. Если вы будете его ставить, ну, давайте так примерно покажу вам, как это будет выглядеть. Выставляем угол. Поворачиваем. И штатный ремень у вас пойдет вот таким образом. Но единственное, учитывайте... Ну да, изофикс вы не будете использовать, изофикс не выдвигается. Штатный ремень прокидывается нижняя часть вот сюда. И верхняя часть уходит вот сюда. Вот. И, соответственно, проводите через все направляющие. Доводите до замка. Так. Подтягиваете. Обязательно после того, как зафиксировали, нижнюю часть плотно подтягиваете. Верхнюю вытягиваете вот сюда. Вот так вот будет выглядеть, соответственно, фиксация на штатный ремень против хода движения. Единственное, фиксация на штатный ремень против хода движения не позволяет вам комфортно пользоваться поворотом. То есть, видите, вот уже кресло мы с вами повернуть не можем при всем желании. Поэтому, если вы хотите пользоваться поворотом, ставьте кресло, конечно же, на изофикс. Ну и также кресло можно зафиксировать на штатный ремень по ходу движения. Делается все тоже достаточно просто. Сейчас мы с вами эту фиксацию снимем. Разворачиваем кресло по ходу движения. Каким образом будет выглядеть фиксация на штатный ремень по ходу движения? Вам нужно будет расстегнуть ремешки. Немножко их расслабить, чтобы они вам не мешали. Но, опять-таки, помните, что если вы фиксируете кресло на штатный ремень, будь то против хода движения, будь то по ходу движения, у вас механизм поворота, к сожалению, работать не будет. Потому что штатный ремень притягивает кресло плотно. И для того, чтобы пользоваться механизмом поворота, вам придется ремень отстегивать, отстегивать само кресло, потом пристегивать. А когда вы посадили ребенка, кресло уже не пристегнуть. В общем, механизм поворота только с изофиксом. Так, сейчас, прошу прощения, эту часть нам нужно завести под ремешки. Вот таким образом, вот сюда, под вот эту накладку. И выводите его вот с этой стороны. Вот видите, фиксация на штатный ремень, она гораздо более такая, но требующая определенной сноровки и знаний. Потому что, если вы этого никогда не делали, можно где-то ошибиться, поставить кресло неправильно. И если кресло ставите неправильно, естественно, снижается безопасность. Поэтому установка кресла должна быть правильная. Вот у нас нижняя часть с вами притягивает нижнюю часть, а верхняя часть ремня, она идет наискосок вот здесь. И потом возвращаете всю эту историю, собственно, в исходное положение. Вот так вот будет выглядеть фиксация на штатный ремень по ходу движения. Конечно же, реверфикс удобнее. Что еще забыл отметить, у кресла есть специальные держалки под верхнюю часть ремней. Можете сделать при посадке ребенка вот так. Очень удобно. Ремешки вам сажать не мешают. Посадили, достали, пристегнули. Все прекрасно. Собственно, что бы хотелось отметить по данному креслу. Из кресел с поворотом вариант достаточно комфортный, достаточно удобный, легкий в использовании. В чем большой плюс. Инструкция у вас находится всегда под рукой рядышком. Если что-то забыли, можно глянуть. Подробные инструкции даны сбоку по установке. Обращайте на них внимание первое время, пока не привыкнете, как оно ставится. Ну и, собственно, старайтесь всегда соблюдать все требования безопасности, инструкции и прочее. Если будете ставить кресло так, как оно ставится на штатный ремень, вперед обязательно отключайте подушку безопасности. Это тоже очень важно. Из линейки Rant достаточно интересная модель. Модель с хорошим функционалом. По посадке очень много места, комфортная. Ну и, опять-таки, достаточно доступная. В наше время это достаточно актуально. Ну, пожалуй, по этому креслу на сегодня все. С вами был Никита. Магазин Мир Автокресел. Делайте правильный выбор. Пока-пока.